Здравствуйте, девушки! Девушки, всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Жанна Санжак, и я визажист, и я хочу представить свою коллегу... Коллегу? Коллегу? Меня зовут Александра Васильева. Я действительно, Жанна, коллега по совместительству дочь. Я работаю визажистом-бровистом уже на протяжении 9 лет, то есть имею достаточно большой опыт в бьюти-индустрии, и сегодня мы бы хотели с вами поговорить о такой щепетильной теме, как морщины. Мне 26 лет. Мне будет 46. Тут я, на самом деле, в таком достаточно... Я считаю, что это юный возраст, столкнулась. Не могу сказать, что это проблема, но на мою молбу появилась морщина. Есть морщина, причём достаточно глубокая. Я на тебя мешаю. И, честно говоря... Ты думала, что ты молодая, а теперь ты что думаешь... Причём я в какой-то в один момент состарилась. Вот она появилась за одну ночь. Просто, честно говоря, насколько всё-таки мы разные поколения, и мы по-разному к этому относимся. Потому что, когда 26 появляется морщина, вот сейчас у современных девочек, что мы хотим сделать? Мы сразу же думаем по поводу уколов ботокса. Я вот, кстати, маме Жанне, не раз говорила о том, что вот у меня теперь есть морщины, я хочу сделать укол ботокса. И насколько всё-таки по-другому воспринимает это вот твоё поколение? Это моё поколение в моём лице, потому что есть разные отношения к морщинам. И можно стареть достойно, а можно бояться старости и пытаться как-то избежать всевозможными способами и убрать все морщины, чтобы, не дай бог, кто-то увидел, что у тебя морщин. Плюс ещё вот восприятие внешности у всех разное. Конечно, я тоже на своём лице вижу морщины, но я не вижу на твоём лице, что у тебя какая-то проблема или морщина. Ну, тут ещё, наверное, идёт момент такого, что мы придираемся к себе. Вот. И насколько нужно, чтобы было идеальное лицо, и как долго. С чем это связано, как ты думаешь? С чем связано? Глянец. Глянец, фотошоп, то, что сейчас есть, неумение, кстати, фотографироваться. Или, когда идёт фотосъёмка, правильно выставлять свет. То есть свет может очень здорово исказить свою внешность. То есть если вы, например, дома делаете макияж, и у вас неправильное освещение, то есть там, где у вас есть зеркало, вы начинаете краситься, а там такой свет, который делает вас на 10 лет старше. И создаётся такая иллюзия, что у меня совсем всё так плохо, и мне нужно уже что-то делать кардинальное, чтобы омолодиться. Если сделать грамотный макияж, если сделать правильное освещение дома, что, глядя в зеркало, вы не будете паниковать по поводу того, что вы старая, то тогда не будет этого страха. Плюс, вот как я уже сказала, всё-таки то, что мы в телефонах постоянно используем вот эти маски, и не раз я говорила на разных своих вебинарах и везде о том, что камера, насколько сейчас, вот у нас тут есть оператор, тоже может нам сказать, камера может быть очень чувствительная, и она может быть настолько резко передавать черты лица, что в зеркале я себя такой не вижу. То есть вот я смотрю сейчас на себя в зеркало, мне кажется, я очень даже хорошенькая. Да, и, кстати, вот я могу сказать... А там я старше на 15 лет, и меня не жанно. Или, например, асимметричное лицо. Потому что я могу сказать по опыту вот кураторства в школе Жанны Санжак, когда студенты скидывают свои фотографии, или, например, опять же они присылают свои видео, а когда видео, всё идеально. Когда присылают фотографию, есть небольшая, некритичная, но асимметрия присутствует. И вот часто задаваем вопрос, вот что мне делать с этой асимметрией? Да ничего не делать. Это же прекрасно, что у вас есть асимметрия, потому что, мне кажется, именно эта асимметрия, она нас и формирует как индивидуальность, как личность, ну не как личность, конечно, но именно индивидуальные черты лица, они строятся именно на этой лёгкой асимметрии. Плюс ещё, с учётом того, что те, кто не в этой индустрии, ну хотя ты в этой индустрии, ты должна понимать, что, опять же, камера может исказить лицо и выдать то, что не видит человеческий глаз, потому что она более чувствительна. Плюс непонимание вот этой постановки света, что где бы я ни фотографировалась, я везде страшная. И это внутри рождается вот эта паника по поводу того, как я выгляжу. Соответственно, нужно искать некоторые методы, и они идут такие более кардинальные, что нужно обязательно сделать какую-то такую инъекционную там процедуру, или вообще, может быть, хирургическую. Потому что, что самое интересное, если не исправить, опять же, камеру, освещение и макияж, вы результата вам не увидите. Вы всё равно, когда будете смотреться на фотографии, смотреть свои фотографии или видео, вы себя не будете, ну как бы, узнавать в том плане, что всё-таки мне кажется, что я другая. Хорошо, расскажи тогда, вот как молодым девушкам, вообще, в принципе, девушкам, скрыть вот эту вот, ту самую морщинку с помощью декоративных средств. Ну, во-первых, нужно, мне кажется, относиться немножко с мудростью, с мудростью к возрасту, к любому. Возраст — это не конкретная дата, там, типа 40, 60, там, 80. Возраст — это и 10 лет, и 15 лет, и 20. Любая дата — это возраст. И то, что мы становимся старше, и то, что есть процессы увядания, — это норма. Но очень часто, опять же, ориентируясь, там, на глянец, на соцсети, на картинки звёзд, которые используют как фото, так и видео с элементами фотошопа, у нас создаётся такая вот ложная иллюзия о том, что они совершенны, а у меня уже морщина. И если мы смотрим фотографию, например, репортажную, и сфотографировали, там, не знаю, там, Бейонса, или какую-нибудь, неважно, нашу российскую звезду, и мы так смотрим такие, и там фотография без обработки, без как раз нужного света, более чувствительная камера, которая вытаскивает все нюансы, и можно разглядеть, что, оказывается, у звёзд есть поры и морщины, представляешь? Ну, это целлюлит даже. Вот, поэтому это обычные женщины, просто вот здесь вот, с учётом того, что у нас у каждой камеры в руке, ну, и плюс ко всему развиты очень активно социальные сети, которые нам на данный момент диктуют определённый образ жизни, какие-то правила, как нужно выглядеть и так далее, поэтому, наверное, вот это представление нормы, оно искажается. Плюс, с учётом того, что, да, пандемия, и мы многие пересели в работе за компьютер, удалёнка, общение через интернет, через Zoom, или какие-то другие площадки, неважно, то есть приходится часто сидеть и смотреть уже на людей не вживую, а через экран компьютера или телефона, где есть вот это, опять же, искажение своей внешности. Если раньше мы делали это редко или вообще не делали, то сейчас, когда мы сели, мы себя видим вот там и думаем, «Боже мой, кошмар!» И нужно к этому реально привыкнуть и научиться уже адаптировать свой макияж, освещение под современные реалии, под тот свет, под те камеры, которые сейчас выпускаются. Мы тоже с вами немножечко, ну, как бы, в определённой, ну, не то что рамке, вот покупая телефон, это не только телефон, да, это ещё и фотоаппарат. И как производитель, какой там сделает камеру? Есть фотоаппараты... Уже со встроенным фотошопом. Это, кстати, очень художник. И так фотографируют. Ой, да я вроде бы хороша, да. Какой будет, если ей так красиво? Да, есть такой, конечно. А есть камеры, которые наоборот. Поэтому вот тут вот нужно это понять, что ваша камера в вашем телефоне конкретном, она действительно искажает вашу реальную картинку, поэтому вам не надо так паниковать. Но я же вижу эту морщину в зеркало. А вот тут нужно быть мудрой и принять это. У меня 26 ещё можно быть не мудрой. И плюс ещё, они будут появляться. Ты представляешь? Она уже не исчезнет. Нет, она может исчезнуть, если прибегнуть к определённым действиям. И расскажи ещё, пожалуйста, про семи годичные циклы, которые тоже очень важны. Очень меня это успокаивает. Что каждые 7 лет меняется гормональный фон женщины. Это именно про женщин. И старение происходит по принципу такому, что сначала мы до 21 года, это организм развивается, растёт. После 21 года, то есть, например, ребёнок родился, там пупсик ещё до 7 лет, он пупсик, в 7 лет ребёнок, до 14 ребёнок, 14 подросток, до 21 подросток, 21, всё, полноценная женщина. И дальше идут процессы, также семигодичные, но уже организм женщины, он как будто бы потихонечку увядает. И вот этот вот переход, он где-то в течение года, полтора, там. Ночь, как у меня. Нет, то есть, это не настигает. Ну да, обнаруживаем мы морщину вот конкретный день. Это неизвестно, какой-то день будет. Но я вчера была молода, сегодня я увидела, что у меня лицо вот так вот опустилось. Всё, что произошло, не знаю. То есть, это естественные процессы. Поэтому сейчас, когда ты подходишь вот этой к дате, получается, 28 лет потихонечку, у тебя ещё 2 года осталось, ой, полтора, полтора. Ну, так стукнули, что круто. Вот. Поэтому нужно организм свой, знаете, как бы немножечко позаботиться и вести в свой ежедневный рацион. Это особенно касается вот эту привычку вести молодым девушкам, потому что где-то до 25 лет это вообще не ощущается. То есть, это 100%. Можно не мыться, не умываться и не краситься, как звезда. И 3 дня пила, и всё равно звезда. Вот. А тут уже, вот когда приближаешься к этой дате, уже так нельзя. И нужно начинать заботиться. И забота будет проявляться в определённом уходе. Так, а что же с моей кожей? А что же ей надо? А что я ем? А как я сплю? И так далее. И помочь себе, как такому некому цветочку, позаботиться, чтобы сохранить эту фактуру, которая есть сейчас, на следующие 7 лет. Конечно, есть некоторые стрессы, которые могут так же долбануть, и там, не знаю, раз, и седые волосы стали. Потому что вот, ну, какая-то ситуация жизненная, которая вот дала такой эффект. То особенно нужно заботиться. А так вот, каждые 7 лет это имеет значение. И научиться адаптировать свой макияж, то есть пересмотреть декоративную косметику, как вы всем этим пользуетесь, пересмотреть освещение дома. Как дэмакияж делают. Тоже очень важно. Да, это тоже может спровоцировать морщины. Потом, там, где вы работаете, пересмотреть освещение на работе. Как-то не странно, но я даю такие вот рекомендации. Если есть возможность поставить дополнительный, там, может быть, источник света, не сидеть под лампой, которая дает вот эти вот отеки. Я понимаю, что не везде это реально, абсолютно не везде. Но если, мало ли, у вас такое место, где вы можете хотя бы чуть-чуть организовать, это может, ну, как-то придать вам бодрости, настроение. То, что если вы будете смотреть на себя в зеркало, или когда будут приходить, там, не знаю, допустим, к вам коллеги, клиенты, там, в зависимости от сферы, то вы будете выглядеть хорошо, вам не будут говорить, а что ты устала, заболела, там, и так далее. Ты как, когда ко мне клиент приходит на макияж, и если это, допустим, вечерний макияж, какой-то вечерний выход, может быть, это свидание, просто на ужин, я всегда спрашиваю, в каком ресторане будет ужин, потому что... Ты знаешь, все рестораны... Не все знают, но, в принципе, самых популярных я была, и то есть приблизительно освещение, какое там есть, я понимаю, и исходя от этого, мы уже немножечко по-другому делаем макияж, и делаем, да, определенную коррекцию. Но вот этот вот твой лайфхак со свечкой, это прям... Хорошо работает. Это идеально работает. То есть, если вы приходите в ресторан, и понимаете, что там отвратительное освещение, куда бы вы ни сели, просто попросите у официанта свечку, а может быть даже не одну, а даже две или три, ну, три, и будет больше света на центре стола, и вот этот источник света будет подсвечивать ваше лицо, и вы будете выглядеть хорошо. Плюс такой будет полумрак на фоне всего, и лицо идеально, без какой-либо морщины, макияж прекрасный, и... Да. Это один момент, и я еще советую, как это ни странно, но почаще себя фотографировать и найти тот ракурс, я искренне считаю, что нету людей, у которых, ну, как говорят, я не фотогенична. Не фотогенична, это значит, я не знаю свое прелести, я не знаю свое лицо, я не знаю, как встать, как улыбнуться, я боюсь камеры, то есть, это просто нету навыка, и вы не понимаете, как смотреть вот в эту дырочку фотоаппарата и ей улыбаться. Другое дело, когда мы смотрим на человека, мы общаемся, мы себя ведем естественно, а как вот смотреть в камеру и видеть в себя свое отражение, когда ты его не видишь, вот тут вот начинается у многих, у кого нет вот этой привычки, какой-то стопор, и не понимаю как, вот. Поэтому почаще, если фотографироваться, смотреть, а фотографироваться не просто в одном и том же месте с одним и тем же лицом, а именно, может быть, даже чуть-чуть вот поиграться перед зеркалом, там вот, ну как говорится, пококетничать, это очень на многих женских тренингах как раз таки и рекомендую то, что вот можно пококетничать, посмотреть на себя и понять, например, мне кажется, что когда я вот так вот стою, вот я красивая, а вот так вот уже не очень, и соответственно, и когда вы фотографируетесь, вы уже понимаете, ох, и у вас как бы автомата, и обычно говорят, ой, Жан, ты так хорошо у тебя, вот ты всегда хорошо выходишь, у тебя прям, ты такая фотогеничная, ну естественно, она просто сидит на своей рабочей стороне, меня сейчас посадила, она на мою нерабочую сторону, нормально у тебя сторона, вот, поэтому вот эти нюансы, они важны, потом, ну еще какая рекомендация, источник света, желательно, когда вы делаете фото, чтобы вы себе нравились, чтобы освещение было фронтальное, то есть как бы прямо на лицо, не боковой, ничего, вот как вот у нас сейчас светит, прямо на лицо, тогда будет очень хорошая картинка, ну и макияж адаптировать под современные реалии, и тогда у вас не будет паники по поводу ваших морщин, по поводу вашего возраста, вы просто будете тоже, как голливудские дела, выглядеть на фото по королевски, да, вот я, например, сейчас своим макияжем акцент переместила с глаз, и с лба на губы, я их сделала немножко фиолетовыми, чтобы морщины было не так активны, то есть переключение внимания, да, вот, поэтому, я предлагаю просто этому искусству научиться, это очень, оверх, увлекательно, это очень интересно, если вам интересно, то приходите в онлайн школу, ссылочку я сделаю вот под этим видео, и вы узнаете всякие хитрости, премудрости, как можно все это использовать и получать от этого колоссальное удовольствие. Мы вас там будем ждать, и до новых встреч. До свидания. Как пойдет, посмотрим. Мы готовы? Ну, я какая-то большая! Так, все, давай. А, уже запись нет? Сняла это, да? Да, мы же не будем близнецами. Какая-то как две собаки. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, девушки. Меня зовут Жанна Санджак, я визажист, а хочу представить коллегу, тоже визажиста, Александру Васильеву. Вот. И тема, которую я хотела бы... Ну, я могу, ты сама сидишь, хихикаешь, и хочешь, чтобы я была серьезной. А зачем мне я не сказал, чтобы ты должна быть серьезной? Давай. Поздоровайся с людьми ты только. Все, давай. Сначала? Да. Здравствуйте, девушки. Саша. Все, тихо, все. Все, на, стулья. Чуть-чуть започек попрышку. Все, окей. Здравствуйте, девушки. Саша, ну, поздоровайся с людьми-то. Я хотела еще фото сделать, давай, нам время. Ну, зачем ты так делаешь? Потому что я тебе говорила, не надо записывать. Давай, давай. Ну, подожди, дай успокоиться. employee roundroom. Саша, ну, поздоровайся с людьми. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...